Однажды султан спросил придворного архитектора «Сможешь ли ты построить что-либо более прекрасное, чем то, что построил для меня?» На свою беду верный слуга ответил утвердительно и спустя пару минут был уже в руках палача. Никто не имел права построить что-то более прекрасное, чем Баб-эль-Мансур, ворота королевского города Мекнес. С именем султана Мулая Исмаила Ибн-Шерифа, который превратил провинциальный городок в цветущую столицу, связано множество подобных историй. О былом величии города свидетельствуют даже его руины. Археологи нашли в них конюшни, рассчитанные на 12 тысяч лошадей. Гробница монарха, 55 лет железной рукой правившего страной на севере Африки, до сих пор окружена почитанием. Потрясающие здания и удивительные легенды очаровывают туристов, приезжающих в Марокко. Их встречает гостеприимный народ, который, даже находясь под вековым гнетом, не утратил своей самобытности. Своеобразная культура с налетом экзотики восхищает приезжих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Резиденция нынешнего короля Марокко, Мохаммеда VI, находится в Рабате, что на берегу Атлантики. В отличие от своего легендарного предшественника, султана Мулая, нынешний монарх вполне современный и просвещенный правитель. История Рабата берет начало во временах финикийцев. Город возник в устье реки Бу-Регрек, как торговое место. После финикийцев и карфагенян сюда пришли римляне. В VII веке свое государство основали здесь берберы. Для арабских воителей из глубины континента это было равнозначно объявлению войны. Захватив город, они построили в крепости Казбе Рибат, укрепленный монастырь, от которого и произошло нынешнее название. Казба в нынешнем виде напоминает сонную деревню в центре метрополии. От края до края не более 150 метров. В палитре доминирует голубой цвет. Входы во внутренние дворики искусно украшены. Главная улочка Джима приводит на просторную площадку с великолепным видом на море и лежащий напротив город Сале. В морском тумане вырисовывается башня Хасана, архитектурная визитная карточка города. К стенам так и незавершенной мечети Хасана прилегает мавзолей Мохаммеда V, дедушки нынешнего короля. Солдаты королевской стражи терпеливо позируют фотографом. Мавзолей строился шесть лет. Помимо Мохаммеда здесь покоятся его сыновья Хасан II и Мулай Абдулла. Гробницу проектировал архитектор из далекого Вьетнама. Стоимость строительства – государственная тайна. Для марокканцев это одно из немногих священных зданий, вход в которое разрешен также немусульманам. Здесь можно даже фотографировать. Стражники в красной униформе борются со скукой и сном. Помогает запрещенное средство – жвачка. Мечеть Хасана с величественным миноретом была наиболее амбициозной постройкой в истории династии Аль-Махадов. Султан Якуб Эль-Мансур запланировал ее как памятник в честь Великой Победы над армией Кастильского короля Альфонса VIII под Аларкасом. Но в 1199 году султан умер, и строительство было остановлено. Высота башни Хасана – 44 метра. В законченном виде она была бы на 33 метра выше и вознеслась бы над всеми мечетями того времени. Самая торжественная минута в ежедневной церемонии – поднятие национального флага, символа независимости, обретенный лишь в 1956 году. Красный флаг с пятиконечной звездой сопровождает эскорт. Зрители впечатлены. В конце концов, патриотическое зрелище поставлено именно для них. Этот дворец построил в 17 веке закоренелый враг христиан Мулай Исмаил. Здание – единственное из королевских резиденций, которую можно снимать только с определенного расстояния. Король бывает здесь редко, во дворце располагается его администрация. Перед городом мертвых – Шеллах, где покоятся представители марокканских королевских династий, звучит берберская музыка гнава. Священный некрополь оказывается лабиринтом руин. Куфийские надписи повествуют о героических деяниях султанов и божественной красоте похороненных вместе с ними жён. Кладбище осеняет дикий сад с подсолнухами, георгинами, фиговыми и цитрусовыми деревьями. На верхушке Минарета над городом мертвых семья аистов устроила гнездо. Отовсюду раздаются крики этих птиц. В отдаленном уголке некрополя мы находим гробницы с латинскими надписями – финикийцы, римляне, португальцы. По этой земле прошло множество народов. Когда в 1912 году в город вступили французы, рабат состоял лишь из медины, обнесённой двумя средневековыми стенами. В этой путанице улочек с раннего утра до позднего вечера кипела торговля. За 400 лет, прошедших со времён нашествия, покинувших Андалузию мавров, вид старого города не изменился. У каждого лотка идёт торг. Туристы редко углубляются в этот лабиринт. Здесь не стоит искать сувениров или изделий ручной работы. Примерно в 80 километрах к югу от Рабата расположен самый знаменитый город Марокко – Касабланко, с тремя с половиной миллионами жителей. В Каса, как её называют марокканцы, кипит жизнь. Здесь шумно и многолюдно. В сонный провинциальный городок вдохнули жизнь французы. В 1907 году они ввели свои войска в кассу и сделали её административным центром региона. Интересно, что ни один кадр культового фильма «Касабланко» не был снят в профессиональных декорациях. Бесполезно искать здесь кафе «Рик». Его изображал бар при отеле в Танжере. Истине соответствует лишь интригующее название города. Отдых от повседневных трудов в уличной кофейне – это привилегия мужчин. Некоторые сидят здесь часами. Последняя твердыня на пути эмансипации, всё шире распространяющаяся даже в богатом традициями арабском обществе. В Коране есть такие слова «Божественный трон стоит как на суше, так и на воде». Фразу принял близко к сердцу отец нынешнего короля Хасан II, начавший беспрецедентное строительство. На клочке земли, выдающемся в море, он велел построить вторую по высоте после Мекки мечеть в мире. Она стала отличительным знаком города. В самой мечети помещается 25 тысяч правоверных, но её внутренний двор в три раза больше по площади. Минарет вознёсся более чем на 200 метров и является самым высоким в мире. Строительство мечети стоило приблизительно 750 миллионов евро и осуществлялось в основном за счёт пожертвований. Пожертвований не всегда добровольных, но кто откажется, если деньги собирает сам король, да ещё на благородные цели. Две с половиной тысячи рабочих трудились шесть лет, чтобы воплотить план французского архитектора. Лучшие мастера со всей страны день и ночь работали с Агадирским мрамором, Атласским кедром и Тафраудским гранитом. Французами спроектирован один из старейших маяков, стоящий примерно в 40 километрах к северу от Агадира на мысе Рир. Сильный западный ветер, мучения для моряков и подспорья для сёрферов. До 1960 года, когда страшное землетрясение разрушило Агадир и унесло 15 тысяч жизней, это был спокойный портовый городок. Трагедия изменила его облик. 50 тысяч оставшихся в живых отчаянно нуждались в крыше над головой. Строительство развернулось ускоренными темпами. На руинах старого Агадира вырос новый современный город. Помимо жилых домов возникали отели, предусматривавшие наплыв туристов в живописные места. Несмотря на поспешность строительства, счастливым образом удалось избежать появления бетонных колоссов, подобных тем, что изуродовали виды южного побережья Испании. Любителям пляжей и пейзажей здесь понравится. Берег кажется бесконечным, и загорать здесь можно круглый год. Вдоль набережной тянется длинный ряд кофеин и таверн. Средиземноморская идиллия создана искусственно, но весьма искусно. Все как в лучших каталогах турфирм. Сотнями метров дальше, в рыбацком порту, снова можно ощутить дивную атмосферу востока. В прибрежных ларьках у Хасана или Ахмеда мы отведаем вкуснейшие жареные рыбы, в несколько раз дешевле, чем в тавернах на городской набережной. Место еще не открытое любителями массового туризма и идеальное для пляжного отдыха. Оно находится севернее. Эс-Сувейра – деревенский порт, о рыбном богатстве которого возвещают кружащие над заливом стаи чаек. Холодное морское течение приносит к местному побережью массу планктона, который и приманивает косяки рыб. И все это в пределах марокканских территориальных вод, которые не могут опустошать иностранные траулеры. Едва только лодки добираются до берега, начинается разгрузка и продажа, и то и другое подоглушительный аккомпанемент чаек. Владельцы окрестных рыбных лавок нетерпеливо ожидают доставки. Покупки в порту – ежедневный ритуал и для этой немецкой владелицы одного из отелей в Эс-Сувейре. Мощные укрепления Эс-Сувейры – дело рук французского архитектора XVIII века Теодора Карну, которого пригласил султан Сиди Мохаммед бен Абделлах. Обращенные в сторону моря орудия не выстрелили ни разу. Что характерно, пушки подарили султану благодарные европейские купцы. Сиди был единственным правителем к югу от Танжера, кто не ограничивал их торговлю. Большие городские ворота Баб-Маракеш тоже возникли по проекту французов. За ними открывается восхитительный восток, полные радушия и достатка, где, кажется, все друг друга знают. Незастроенный по сей день пустырь остался на месте еврейского гетто Миллаха. Его обитатели в 1956 году, после провозглашения независимости Марокко, эмигрировали в недавно возникшее государство Израиль. Искусство еврейских мастеров унаследовали и развили арабы. Местные ручные изделия, особенно из серебра, пользуются заслуженной славой по всей стране. По улочкам Эс-Сувейры течет пестрая толпа. Иностранец будет приятно удивлен здешней атмосферой и отсутствием навязчивых самозванных проводников, от которых трудно избавиться в других городах Марокко. Турецкая паровая баня, хамам, есть в отеле Лаламира. Стены и кафель из 19 века. Пользование баней включено в стоимость пребывания в отеле. Лишь за массаж надо платить отдельно. Однако цена поразительно низка по сравнению с ценой за аналогичную процедуру в Европе. Руки Фатимы, кажется, не знают усталости, хотя в хамаме она работает сверхурочно. Ее основной источник дохода – должность горничной в Лаламире. Работа на две или даже на три ставки – обычное дело в Марокко. Каждый зарабатывает как может. Тем же, кто безуспешно ищет работу, помогает семья. Таково неписанное правило. Высокий профессионализм. Клиентка Фатимы чувствует себя заново родившейся. Отель в Марокко – сбывшаяся мечта госпожи Крист. 56-летняя баварка настроена воплотить в жизнь новый замысел. Сегодня она посещает одну из основанных ею женских мануфактур. Управляет этой мануфактурой энергичная садия. Ее работницы выращивают розмарин, анис, тимьян и шалфей, из которых потом производят мыло. Новый бизнес госпожи Крист идет неплохо. Зарабатывает не только она, но и ее марокканские работницы – замужние женщины, которым удается выиграть немного самостоятельности в обществе, где доминируют мужчины. Довольно необычный вид. В поисках пропитания козы забираются на колючие органии. Из семян дерева вырабатывается весьма ценное масло. Для производства литра масла нужно собрать плоды с 30 деревьев. Это эндемический вид. Органия произрастает только на равнине Сус. Акробатический трюк завершен успешно. В противном случае животное попало бы в котел. Кооператив в Томуите действует несколько лет. Колоть орехи – трудная и монотонная работа. Еще не придумали машин, которые могли бы заменить в ней человека. Лучшие работницы производят в день около килограмма ценного продукта. Их дневная плата составляет 3 евро. Немного, но ни одна из работниц не жалуется. Собственные деньги для марокканской женщины – это не шутка. Они придают чувство независимости и позволяют подлатать хлипкий семейный бюджет. Машины используются только на заключительной стадии производства масла. Фелицитоскрист тут всегда желанный гость. Начальница предприятия Рашида – ее хорошая приятельница. Томуитское масло пользуется большим спросом у гостей отеля Фрау Крист. Прощайте, милые дамы, мы отправляемся дальше. Нас ждут живописные равнины, поросшие ровными рядами оливковых деревьев, и луга, на которых пасутся стада кос и овец. Следующая остановка – Танжер. Времена, когда Танжер считался одним из самых опасных городов на Средиземном море, давно отошли в прошлое. От Вавилона грешников, жадных до удовольствия артистов и эксцентричных миллионеров, не осталось и следа. Танжер меняется на глазах. Растет порт, из которого отправляется все больше танкеров и грузовых судов. Торговые корабли занимают всю береговую линию, еще недавно принадлежавшую паромам, следующим в Испанию. Молодые марокканцы с тоской глядят в сторону Старого Света. Европа, лежащая всего в нескольких километрах, для них просто земля обетованная. Каждый мечтает когда-нибудь сойти на ее берег. Элегантные фасады в стиле модерн на площади Испании напоминают о тех временах, когда испанцы, англичане и немцы открывали здесь свои первые торговые представительства. Во время Второй мировой войны Танжер был ареной действия сотен шпионов. В нем также происходили тайные переговоры между дипломатами враждующих сторон. Знаменитый фильм с Хамфри Богортом стоило бы назвать не Касабланка, а Танжер. Гранд Сокко – излюбленное место встреч жителей города. В середине прошлого века в Танжере проживало 60 тысяч иностранцев, почти столько же, сколько и марокканцев. После обретения независимости процент коренного населения решительно повысился. Сегодня здесь постоянно проживает всего две тысячи иностранцев, скромно по сравнению с более шестьюстами тысячами марокканцев. Здание бывшего немецкого посольства, над которым сто лет назад развивался имперский флаг, находится вблизи Медины – исторического центра с десятками дешевых отелей и прокуренных кафе. Каждое утро в них собираются толпы наемных рабочих, терпеливо ожидающих возможности заработать. Современные офисы сулят лучшее будущее. Они вырастают главным образом вдоль побережья, инвесторы словно стремятся показать испанцам на другом берегу, что здесь тоже жизнь удалась. Марокканское правительство делает все возможное, чтобы поднять уровень жизни в Танжере и сделать его вторым по значимости после Касабланки-портом. Футуристические башни стоят вдоль представительной аллеи, названной именем короля Мохаммеда. У инвесторов из Европы тоже есть своя набережная, пока скромная, но весьма перспективная. Вдоль пустынного пока еще побережья мы отправляемся в сторону Титуана. Крестянки пашут так же, как встарь. Руки тянутся к камерам и фотоаппаратам, но надо быть аккуратнее. Сельские жители не любят выступать в роли достопримечательности. Если снимать без их согласия, может последовать резкая реакция. От бывшей испанской крепости в Титуане, могучей и непокорной, остались лишь руины. Город на возвышенности заложил в начале XIV века султан династии миринидов Абутабид. Здесь поселились мусульмане и евреи, изгнанные реконкисты из Андалузии. На африканский континент они привезли свою культуру, познание и архитектурный стиль. Некоторые здания, как, например, вокруг площади Мулай-эль-Мехди, выглядят абсолютно по-европейски. Увы, внешне привлекательный Титуан пользуется сегодня дурной славой. Здесь довольно много настырных и агрессивных мошенников и торговцев наркотиками. Множество сомнительных типов на главной городской улице, где молодость и современность смешиваются с консервативными традициями. Женщины позволяют себе флиртовать в общественных местах, что невозможно было представить еще пару лет назад. Но запретной зоной являются уличные кафе. Садиться рядом с мужчинами осмеливаются только иностранки. Давние исторические связи с Испанией оживились в начале 19 века, когда Титуан стал столицей испанского Марокко. Для пожилых людей испанский все еще остается вторым языком. За Бабер-Руах начинается улица Террафен, которая тянется через весь старый город. Узкие шумные проулки сохранили свою старинную атмосферу. Предложения торговцев обращены главным образом к местным жителям, а не к туристам. Наибольшим интересом у приезжих крестьянок пользуются берберские ковры. Увы, домашний бюджет скуден, и надо хорошенько обдумывать каждую покупку. На рынке Сук-Эль-Худ, что на тенистой площади рядом с Королевским дворцом, жизнь бьет ключом. Мясо, овощи, рыба, приправы. Здесь можно купить все необходимое для приготовления марокканских блюд. Титуан также пережил исход еврейского народа. Найти в опустевшем квартале последнюю сохранившуюся синагогу весьма непросто. Глядя на плодородную равнину между Титуаном и Шавшаваном, трудно поверить, что сельское хозяйство в Марокко испытывает серьезный дефицит воды. Наряду с понижением уровня грунтовых вод год от года мелеют водоемы. Былая житница Марокко уже не в состоянии удовлетворить потребности рынка в продуктах питания. Еще совсем недавно Шавшаван был городом, от которого куфар, неверные, должны были держаться подальше. До 1920 года его посетило всего трое европейцев. Двое из них погибли спустя несколько часов после начала визита, а третий, английский писатель и путешественник Уолтер Харрис, спасся бегством. На протяжении многих лет Шавшаван считался для мусульман священным городом и не мог быть осквернен присутствием неверных. Город основал в XV веке Мулай-Рашид, прямой потомок пророка Магомета. Со своими 43 тысячами жителей Шавшаван выглядит провинциальным городком. Но первое впечатление ошибочно. Город, скрытый между двумя вершинами массива Эль-Риф, обладает неповторимым характером и колоритом. Шахматный узор из белого и голубого цветов, которыми пестрят дома, производит неизгладимое впечатление. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ута-эль-Хамам, раскинувшаяся перед недавно отреставрированной мечетью Бен-Рашид, самая представительная площадь города. Дилеры совершенно открыто предлагают туристам киф, то есть гашиш. Но здесь наркотик вдвойне опасен. Некоторые торговцы – полицейские агенты, а их действие – ничто иное, как провокация, которая может иметь весьма печальные последствия. Между шавшаваном и королевством Микнесом лежит Волюбилис, столица былой римской провинции и самый западный город Римской империи. Здесь, на Докуманус Максимус, заканчивались императорские пути. Господство римлян длилось два столетия и оставило после себя глубокий след. Вплоть до VII века жители города – берберы, греки, сирийцы и евреи – разговаривали на латыни. И только нашествие исламских воинов веры изменило этот порядок вещей. Латынь была изгнана, а вместе с нею почти все следы христианства. На протяжении последующих веков султаны воспринимали римские дома как источник строительного материала для своих резиденций. Во времена римлян вылюбились достиг расцвета, в основном за счет экспорта пшеницы, оливок и диких животных. Руины жилых домов с великолепными мозаиками на полу свидетельствуют не только о зажиточности патрициев, но и о мастерстве художников того времени. Триумфальная арка была установлена в честь римского императора Каракаллы. Неподалеку от Волюбилиса вырос Мулай-Идрис, один из священных городов Марокко. Он назван по имени правнука пророка Магомета, основателя первой в стране арабской династии. Посреди городка находится его гробница, куда устремлен бесконечный поток паломников. Не мусульманам вход в святилище запрещен. Незадолго до смерти исламский святой заложил Фес, ставший духовным центром страны. Это старейший из четырех королевских городов Марокко и наилучшим образом сохранившийся кусочек средневекового арабского мира. Самые уважаемые ученые, окруженные почитанием пророки, искусные мастера, происходят именно отсюда. Непроходимый лабиринт тесных улочек. Вот образ квартала Фес-эль-Бали. Здесь нужно провести несколько дней, чтобы начать ориентироваться, поэтому поначалу без проводника не обойтись. Баб-Бужелут, Голубые ворота, главный вход в Медину. Торговля здесь идет почти круглые сутки. Кушанье неизвестное в Европе, но очень ценимое здесь. Мясо верблюда. Без осликов перемещаться по узким улочкам было бы гораздо труднее. Животные терпеливо переносят тяжести до 100 килограммов. На постоялых дворах в караван-сараях встречались торговцы с разных концов Востока, обменивались товарами и информацией. Сегодня квадратные дворики принадлежат семьям ремесленников. Здесь плетутся платки. Что интересно, занимаются этим мужчины. Процветают и другие традиционные ремесла. Ассортимент богат. От подушек для сидения до знаменитых домашних туфель-бабуш. В Марокко развито производство кожаных изделий. Из них состоит большинство типичных сувениров. Мало кто из туристов, торгующихся о цене, скорее для забавы, чем ради выгоды, понимает, как много труда требует создание таких мелочей из козьей или овечьей шкуры. Обработка ведется вручную, способами, не изменившимися за сотни лет. Шкура попадает в огромную бочку, где проходит процесс дубления в птичьих отходах. Затем наступает момент стрижки, покраски и сушки. Всепроникающий запах может шокировать деликатное обоняние европейского гостя. В жаркие дни характерный смрад уловим за несколько сотен метров. Ремесла наследуются от отца к сыну. Кожевинник — одна из старейших профессий, ее традиция насчитывает 900 лет. КОНЕЦ Ни капли пресловутого упрямства. Марокканские ослики терпеливы и послушны. Очередное традиционное ремесло — гравировка по меди. Производство одного предмета иногда занимает несколько недель. Непревзойденными мастерами в этой области были фесские граверы по меди, авторы украшений мечети в Касабланке. Все улочки сходятся в центре — у гробницы Мулая Идриса II, сына основателя города. Сюда совершают паломничество с просьбой о благословении новые жители города, а также юноши перед ритуалом обрезания и беременные женщины, просящие о легких родах. Скромное пожертвование должно принести счастье. Медина в Фессе с ее красочными рынками — квинтэссенция Востока. Это особенный, закрытый мир, в котором действуют определенные правила поведения. Одно из главных зданий города — Медресе-Бу-Инанье с великолепными гравюрами на кедровом дереве, жемчужина исламской архитектуры. Оно было построено на большие деньги во славу исламской науки, нечто вроде канонического университета и одновременно бурсы — духовного учреждения. Отовсюду доносится стук ювелирных молоточков, скрежет рубанка и крики торгующихся покупателей и продавцов. И хотя гвалт стоит неимоверный, никакой суеты или нервозности нет и в помине. Чем ближе к священному зданию Фесса мечети Эль-Каравиин, тем тише и спокойнее вокруг. У святого места не принято повышать голос. Храм, исполняющий и роль университета, по сей день пользуется в арабском мире огромным уважением. Сюда также воспрещен вход всем, кроме правоверных. Уличный музыкант в национальной одежде играет неважно, но выглядит колоритно. Поэтому и притягивает к себе объективы фотоаппаратов. Однако все не бесплатно. Один евро — цена за улыбку. Характерный запах и темная струйка дыма выдают местоположение еще одного ремесленного цеха — гончарни. Здесь тоже вся работа совершается без участия машин, и любое изделие — эксклюзивно. Мастера работают сообща, так легче заработать хорошие деньги. Для росписи голубыми узорами нет шаблонов. Их рисуют по памяти, тонкой кисточкой. Одни и те же на протяжении многих поколений. Другой источник доходов гончаров — производство кафеля. Его роспись и вырезание узоров — работа, требующая точности и отнимающая много времени. Благодаря местным ремесленникам, фесская керамика пользуется заслуженной славой и за пределами страны. Великолепные произведения местных мастеров, по слухам, можно увидеть и в Королевском дворце. К сожалению, его разрешено снимать только с большого расстояния. О том, чтобы войти внутрь, нет и речи. В отличие от старого города, совершенно иной облик имеет Виль-Нувель — новый город. По улицам с модными кофейнями ездят дорогие иномарки, мотоциклы и скутеры. Под пальмами гуляют изумительной красоты женщины, уверенные в себе, эмансипированные, несмотря на века исламской морали. Молодое поколение пренебрегает ею к ужасу родителей. Искушение Запада, удовольствие и развлечение более притягательны, чем скучная повседневность, полная запретов и ограничений. Особенно здесь, в Новом Городе. Субтитры создавал DimaTorzok Ифран, основанный в 1929 году на склонах массива Эль-Риф, благодаря своим крышам напоминает издалека швейцарский курорт. Город является местом своеобразного общественного эксперимента под покровительством молодого короля. Он пожелал воспитать здесь элиту, которая станет основой будущего развития страны. Самые способные граждане учатся здесь в прекрасных условиях, у преподавателей из разных стран. В университете Эль-Акавайн вместе с марокканцами учатся и работает группа студентов из США. Город чист и ухожен. Нетипичная для Марокко картина – женщины, сидящие в уличных кафе. В Эфране традиция и современность легко уживаются. Субтитры создавал DimaTorzok Мы отправляемся дальше, на юго-запад, к горному массиву Центрального Атласа. Густой дым и аромат поджаренного мяса. Хорошая приманка для голодных туристов. На вертеле котлеты из ягнятины по оригинальному рецепту. Все настолько вкусно, что забываешь о санитарных условиях, далеких от европейских. Как бы то ни было, наши желудки спасет чашечка мятного чая. Об алкоголе нет и речи. В Марокко он официально запрещен. Мы прибываем в Микнес. Именно здесь появилось необыкновенное строение, за которое архитектор поплатился жизнью. Мулай Исмаил прославился тем, что выставил на всеобщее обозрение 400 отрубленных голов настоящих или мнимых врагов. Ни один из историков не поведал, сколько тел султан велел замуровать в 45-километровую городскую стену. Зато сохранились слова тирана. Мои подданные, как крысы, запертые в корзине. Если время от времени корзину не встряхивать, они прогрызут ее. Деспот правил 55 лет. Охваченный манией строительства, он превратил провинциальный городок в роскошную метрополию с 50 дворцами и 20 городскими воротами. Самым эффектным памятником его царствования остаются ворота Баб Мансур, окруженные мраморными колоннами из Волюбилиса. Каждый день после обеда на площади Эль-Хидим начинается необычное представление. Площадь заполняют артисты, заклинатели змей, продавцы апельсинового сока. Вот он, восток из сказок. Площадь заполняют артисты, ярко-красные костюмы, звуки флейты и колотушек, экзотический танец. Абсолютная импровизация для души, а не для туристов, как в Маракеше, Рабате или Фесе. Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин А может, все-таки представление было не таким искренним, как казалось? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Бывшие конюшни султана Руах. Здесь содержалось 12 тысяч отборных скакунов. Жаль, что от этого величественного комплекса осталось так мало. Первоначально он был 5 километров в длину и тянулся вдоль канала, наполняемого водой из искусственного водоема Агдал. Несколько лет назад огромные конюшни были частично отстроены. Говорят, их крышу выдумал и нарисовал сам султан, правивший в стране железной рукой с 1672 года. Его гигантоманию обуздала природа, землетрясение уничтожило легкий каркас здания из глины и известняка. Наследники Исмаила не дали себе труда закончить строительство. После смерти султана статус столицы был возвращен Фесу, а затем она была перенесена в Марракеш. Легендарный султан был весьма самоуверен. Говорят, он требовал для своего гарема французскую принцессу двора Людовика XIV, короля Солнца. Несмотря на свою манию величия и жестокость, этот султан до сих пор считается в Марокко национальным героем. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Именно он победил атаманов, смирил испанцев и объединил страну. В мавзолей, построенный еще при его жизни, регулярно совершаются паломничества. Мулай Исмаил, истинный мусульманин, питал слабость к одному из предметов родом из ненавистной Европы. Это были настенные часы. Страсть коллекционера передалась его родственникам. Стильные часы украшают стены многих домов и отелей. На фоне величественных атласских гор – одинокий Марабут, гробница кого-то из местных героев. Перед нами красный город – Маракеш. С первого взгляда становится очевидно, что темп жизни в Маракеше выше, чем в других уголках страны. Спешат пешеходы, постоянно мелькают мопеды и не следа расслабленности, типичной для жарких арабских городов. Приезжие могут остановиться в одном из 500 риядов – домов, перестроенных в отеле. Один из них, рияд Эль-Кади, состоит из восьми зданий. Чтобы не потеряться в лабиринте его коридоров, потребуется проводник. В стенах комплекса жизнь подобна сну из тысячи и одной ночи. Ароматные цитрусовые деревья, цветущие орхидеи, плеск воды в фонтанах – все это превращает риад в филиал рая на земле. Несколько десятков лет назад отель основал немецкий дипломат. Его бизнес унаследовала дочь. Это счастливая случайность, что наш отель находится в самом центре старого города, словно в центре красочного экзотического мира, среди шумных рынков, где жизнь бьет ключом. Но гостям достаточно вернуться за массивные стены, чтобы забыть о шуме и отдохнуть в тишине под пение птиц и шум листвы. Кто один раз останавливался в рияде, тот перестанет восхищаться современными отелями с их безликой обстановкой. Эти две молодые дамы приехали сюда на несколько дней из Лондона. В последнее время Маракеш стал для молодежи с британских островов популярным местом для развлечений на выходные. Прежде чем начнется вечеринка, надо сделать покупки. У знаменитой площади Джема Эльфна богатейший выбор товаров. Керамика, кожа, ковры, деревянные изделия, платки, косметика, травы, приправы и экзотические лекарства. Словом, все, что ассоциируется с Восточным базаром. Словом, все, что ассоциируется с Восточным базаром. Поодаль кипит работа в кузнечных и ювелирных мастерских. Отовсюду доносится звук молоточков и напильников. Владелец дворца Бахия был ярким и счастливым человеком. Чернокожий раб стал государственным деятелем и влиятельным человеком. В его гареме было 24 наложницы, одна прекраснее другой. По роскоши его дворец не имел себе равных. Султан Али Бен Юсеф, предполагаемый основатель города, любил финики. Он ел их пригоршнями, а косточки выплевывал на песчаную землю. Из них, согласно легенде, выросла густая роща у ворот Маракеша. Множество великолепных зданий возникло благодаря огромным контрибуциям, которые португальцы заплатили султану Ахмаду Эль-Мансуру после сражения под Эль-Ксар-Эль-Кибиром в 1578 году. Военной добычи хватило на строительство прекрасного садового комплекса «Минара», любимого места отдыха жителей Маракеша. Однако прекраснейшее здание города, мечеть Кутуби со сводчатым 70-метровым миноретом, возникло задолго до рождения легендарного султана. Минарет вырос в XII веке, а мечеть еще раньше, в царствовании династии Аль-Махадов. После реставрации, проведенной несколько лет назад, она воссияла прежним блеском. По мере приближения к самой знаменитой площади Маракеша, все больше автобусов, такси и мопедов в уличном трафике. После того, как площадь заасфальтировали, она утратила часть своего колорита. Да и торговля здесь рассчитана на туристов, и делает площадь похожей на супермаркет. Загипнотизированные флейты змеи кажутся разленившимися. Ядовитый зуб у змей удален, поэтому они вовсе не опасны. Однако даже такой, урезанный и коммерциализированный, Восток очаровывает приезжих. Старый город просыпается в сумерки, когда спадает жара. На улице выезжают мобильные кухни с восточными блюдами. На площади, где столетия назад султаны выставляли отрубленные головы, теперь царит атмосфера беззаботного веселья. Слава ларька под номером 14 выходит далеко за границы города. Кажется, жареная рыба здесь не имеет себе равных по вкусу во всем мире. Перед стойкой выстраиваются длинные очереди. На краю площади, вдали от прилавков с едой, пожилой мужчина наигрывает сентиментальные мелодии. Он привносит в туристическо-коммерческий Маракеш частичку прежнего восточного волшебства. КОНЕЦ КОНЕЦ Чем ближе полночь, тем больше скутеров на узких улицах. Автомобили движутся с черепашьей скоростью. В Рияд-Эль-Каде мы возвращаемся на такси по узким улочкам Медины. Официально движение здесь запрещено, но марокканцы не воспринимают подобные запреты всерьез. Вечерами Рияд настоящий оазис спокойствия, хотя и расположен в центре. Англичанки отправились на поиски приключений, а мы ограничимся чашечкой мятного чая на ночь. КОНЕЦ К востоку от Маракеша, на краю центрального атласа, где среди плодородных полей изредка возникает какая-нибудь деревушка, городская суета быстро забывается. Множество поселений пустует, жители покинули их в поисках заработка полегче. КОНЕЦ В этом пустынном краю путешественников ждет волнующее зрелище – водопад Узут. Это не Европа, здесь можно забыть о заграждениях. Эх, была не была, кто боится оступиться, пусть поет безумству храбрых песню на берегу. От одного лишь вида замирает дыхание. Масса воды с грохотом срывается в 100-метровую пропасть. Этому зрелищу тысячи лет. Этому зрелищу тысячи лет. Удивительно, что Узут остается в стороне от популярных туристических маршрутов. Наверняка скоро и здесь появятся организованные экскурсии. Во всяком случае, живущие тут обезьяны уже привыкли к людям. Подкупленные какой-нибудь вкуснятины они бесстрашно позируют фотографом. Субтитры создавал DimaTorzok Неподалеку от водопадов находится Риад Каскад-Дузуд. Его хозяин француз Патрик Ламери, сын чиновника колониальной администрации. После обретения Марокко независимости, Патрик вернулся сюда, купил участок земли рядом с Узудом и построил небольшую гостиницу. Он утверждает, что чувствует себя здесь лучше, чем в родной Франции, а берберы и его соседи стали ему ближайшими друзьями. Месье Патрик – завзятый коллекционер марокканских древностей. Эти двери окрашены в типичные берберские узоры. Их можно увидеть во многих местах в этом регионе. А это тоже один из наиболее характерных мотивов. В реальности все выглядит так же, как и в рекламном проспекте. Окрестности водопадов – прекрасное место для пеших прогулок. Протоптанные дорожки не дают сбиться с маршрута. Узуд был когда-то базой для работорговцев из так называемой Черной Африки. Здесь до сих пор нет асфальтовых дорог, и люди в этих местах живут словно на обочине цивилизации. На плодородной равнине вокруг водопадов цветут маки, дикий папирус, красный перец. Природа богата, но это не означает, что берберы в маленьких деревушках богаты тоже. На полях работают целыми семьями, включая маленьких детей. И никто не думает о том, чтобы покинуть родину своих предков, чтобы переехать в город или эмигрировать. Взгляд притягивают неестественно большие оливковые деревья. Их рост обеспечивает плодородная и влажная почва. Покладистые ослики, незаменимые транспортные средства и рабочая сила. Горный пейзаж в глубине страны поражает своим разнообразием. Покрытые зеленью холмы центрального атласа контрастируют с заснеженными отвесными гигантами Атласа Высокого. Теперь весна, и горный край пестрит десятками красок. Когда придет лето, палитру приглушит безжалостно палящее солнце, и окрестности превратятся в сухую, негостеприимную пустыню. На южных склонах Высокого Атласа мертвые пространства перемежаются с островами буйной растительности. Чем дальше на юг, тем меньше таких заведений на краю дороги. Не стоит упускать случая, как следует подкрепиться. Условия спартанские, но еда вкуснейшая. Есть свежее мясо ягненка на гриле, есть тажин, то есть марокканский гуляш. Особый вкус мясу придают лимон, оливки, сливы и миндаль. Тажин – это классика марокканской кухни. Его едят руками с помощью хобза – теплой лепешки. Урок здешнего этикета преподает нам наш водитель Хасан. Мы – старательные ученики. Приятный фон для беседы создает уличный музыкант. Для него всегда есть место за столом. Очарованы не только гости, но и прислуга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорога вьется серпантином. Вокруг суровый пейзаж высокого атласа. Убогая растительность отчаянно цепляется за скалистые расщелины. Козам трудно найти здесь пропитание. В негостеприимной местности наша судьба в руках Аллаха и пророка его. На лобовом стекле брелок с сурой из Корана, который должен хранить водителей и пассажиров во время путешествия. Природа неожиданно вспыхивает яркими красками. Разбитая дорога ведет нас на юг в направлении Варзазата. Берберы, которых мы встречаем, удивительно открыты и гостеприимны. Конец дороги означает и конец приключениям. Это бездорожье можно одолеть только на полноприводном джипе. На горизонте виден форпост плодородного края. Перед нами поросшая финиковыми пальмами долина реки Драа. Густая зелень сопровождает ее течение от Варзазата до Загоры. Животворный поток облегчает быт жителей окрестных деревень. Между ними стоят опустевшие казбы, крепости, когда-то заселенные берберскими племенами. Дорога все сложнее. День клонится к вечеру, а мы еще далеки от цели. Нет времени болтать. Надо поспешить, чтобы добраться до лагеря в Тамдахте, прежде чем наступят сумерки. Аллах на стороне Хасана. Мы доехали. С первыми лучами Солнца окрестности наполняются жизнью, открывая свою экзотическую красоту. Зелень финиковых пальм контрастирует с охровыми скалами. Казба Элус была построена в типичном для региона стиле, с геометрическими мотивами на внутреннем фасаде. То, что птицы свили на ее стенах гнездо, считается хорошим знаком. Птенцы чувствуют себя в безопасности. Они не боятся даже могучего драмадера по имени Паша. Аисты свили гнездо в огромной казбе Глави. Она принадлежала роду, который господствовал на этих землях. И амбиции рода Глави не ограничивались лишь этим клочком сухой земли. Однако свергнуть короля Хасана II Глави оказалось не под силу. Отец нынешнего короля жестоко наказал заговорщиков и на долгие годы упрятал их в темницу. Его тоже зовут Хасан. Предложение значительно богаче китчевых сувениров из Марракеша. Прекрасная ручная работа. Уникальная вещь. Большое искушение для любителей арабского искусства. То, что напоминает голливудскую декорацию, действительно использовалось для съемок. Поселок Айд-бин-Хадду на склоне холма принимал киногруппы таких фильмов, как «Лоуренс Аравийский», «Гладиатор» и «Иисус из Назарета». Этот ксар или укрепленная казба самое красивое и наиболее сохранившееся здание подобного типа на юге Марокко. Сегодня через реку на спинах ослов переправляются туристы со всего мира, а раньше здесь из Тимбукту в Марракеш шли караваны, груженные золотом, шелком, слоновой костью и живым товаром. Постоянный посетитель крепости — художник Ферталь Лахцен. И она постоянно дарит ему вдохновение. Свои картины художник создает при помощи нетипичной, придуманной им самим техники. Он мечтает о поездке в Европу с авторскими выставками в известных галереях. На вершине крепости находятся руины могучего Агадира, укрепленного зернохранилища, в котором держали пшеницу на случай длительной осады. Стоит взобраться сюда ради незабываемого вида на высокий атлас. Женщины, которые выкладывают сушить ковры, не хотят позировать для фото. К югу от Айд-бин-Хадду действуют гораздо более суровые правила поведения, чем на побережье. Пейзаж похож на инопланетный. Не видно и кусочка зелени. Куда ни кинь взгляд, кругом голые скалы необычной формы, вырезанные протекавшими здесь миллионы лет назад горными потоками. До нынешних времен дожила только река Драа, дарящая влагу племенам берберов, что осели между Варзазатом и Загорой. Но, увы, тысячи финиковых пальм, также являющихся основой здешнего существования, находятся под угрозой исчезновения. Опустошения сеют распространившиеся здесь вредители. Гибель рощь означала бы катастрофу для местного населения, для которого финики – главное пропитание. Рацион туземцев не стал богаче со времен Магомета, который питался, как говорят, исключительно финиками и верблюжьим молоком. Много еще воды утечет в Драа, прежде чем женщины юга станут столь же эмансипированы, как и жительницы городов побережья. Сейчас их статус в обществе таков, как и сотни лет назад. На них все домашнее хозяйство и воспитание детей. В то время, как мужья часами просиживают в кофейнях, разглагольствуя о политике или футболе, женщины пекут лепешки, готовят тажин, стирают и убирают. И нет повода думать, что хотя бы в следующем поколении женская доля станет легче. Субтитры создавал DimaTorzok На небольшом предприятии недалеко от Загоры делают прекрасные ковры из шерсти. Они плетутся вручную, узелок за узелком, и скупаются на корню торговцами из Касабланки, Феса и Марракеша. Скупщики платят половину того, что просят потом на рынках. И хотя узоры традиционны и передаются из поколения в поколение, от матери к дочери, каждый ковер уникален, и двух одинаковых не сыскать. В этом помещении идет торговля. Десятки ковров, сотни часов тяжкого труда ткачих. На первый взгляд Загора в долине Драа выглядит невзрачно, но в этом городе есть свои прекрасные уголки, такие как лежащий на другом берегу оазис Амазру со старой почти пустой еврейской казбой. Кажется, это удивительное место вот-вот наполнится людьми, произносящими слова молитвы вслед за раввином. Еврейская община в Загоре была знаменита производством великолепных серебряных украшений. После Великого Исхода ювелирную традицию продолжили берберы-мусульмане. В мастерской на краю опустевшего еврейского местечка Меллаха кипит напряженная, требующая небывалой точности работа без участия машин. Так возникает настоящее ювелирное чудо-искусство, которое еще поискать на лотках Маракеша или Феса. Загора всегда гордилась своей молодежью, которую здесь считают особенно талантливой и хорошо образованной. Однако даже солидное образование не гарантирует перспективной работы, и выпускники все чаще сбегают в крупные города или за границу. А иным везет. Хасан Аль-Аяши, Сахрауи, настоящий сын пустыни, основал турбюро, которое проводит поездки на верблюдах по Сахаре. Традиционному каравану нужно 52 дня, чтобы добраться от Загоры до Тимбукту. Но туристам не предлагают столь экзотичных путешествий. Для неподготовленного путешественника подобный поход может закончиться плачевно. Это все равно, что участвовать в автогонках, не имея даже водительских прав. Хасан пользуется моментом, чтобы навестить своего кузена Али. Али тоже исполнил свою мечту. У него есть отель. Пожалуй, отель, громко сказано, скорее, это обычный палаточный лагерь. Но спартанские условия – то, что нужно туристам, жаждущим приключений в Сахаре. Строительный материал, бесплатный и общедоступный. Настоящий дар Аллаха. Это глинозем, размягченный водой и высушенный на солнце. Марш по пустыне до лагеря длится пять часов. Темп задают верблюды. Теперь понятно еще одно значение определения корабли-пустыни. На спинах верблюдов качает так, словно плывешь по бурному морю. Хорошо хотя бы, что животные держат ритм. Мы уцели. Седалище болит немилосердно. Мы нашли на него приключений. Вот момент, когда понимаешь одну важную истину. Роскошь – ничто рядом с просто водой и едой. А еще важна тишина. Сахара – подходящее место для размышлений. Это может каждый оценить. Немецкий язык из уст наездника пустыни звучит курьезно, хотя в песках так не казалось. Оказывается, наш проводник учился в Австрии и женился на австрийке. Ночью в пустыне царит пронизывающий холод. Столбик ртути падает до нескольких градусов ниже ноля. Мы греемся у костра, разведенного кочевниками, которые нас сопровождают. Они оказываются неожиданно отличными поварами. К утру мы промерзаем до костей, а солнце как-то не спешит показываться из-за горизонта. Но зато его появление одаривает окрестности не только теплом, но и необыкновенной игрой света, тени и красок. Пустыня величественна в своей красоте. Такой мы ее и запомним. В согласии с волей Всевышнего люди смогли обжить землю, и лишь пустыня, сад Аллаха, осталась непокоренной. Таинственная, дикая и удивительная пустыня, как и ее немногочисленные жители, которые делают пески хоть немного гостеприимнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok